Продолжаем выпуск. 200 тысяч человек за 4 года. Таковы итоги посещаемости одного из знаковых для жителей города культурно-образовательных учреждений Музей техники Богуслаева. Накануне он открыл двери для своего юбилейного посетителя. Буквально неделю назад Музей техники Богуслаева отметил 4 года со дня основания. За короткий период в просторных залах учреждения, где собраны тысячи экспонатов техники, побывали сотни тысяч посетителей. Юбилейным гостем, что примечательно, стал один из ведущих конструкторов предприятия Ивченко Прогресс Николай Исаев, который привел с собой большую дружную семью. 200 тысячному посетителю в торжественной обстановке вручили памятные подарки. Хочется поблагодарить руководство Алма-Атольсич и Богуслаева Вячеслава Александровича и весь коллектив завода, потому что труд этих людей воплощен в том числе и в этом музее, не только в двигателях, которые они делают, вот в культуре этого места, в этой жемчужине Шовченковского района. После своего рода церемонии награждения Николай Исаев вместе с семьей отправился на экскурсию по музею. Участники увлеченно слушали истории появления новых экспонатов в выставочных залах. Их коллекция пополняется с завидной регулярностью, говорит директор музея Олег Варяник. Но для этого приходится проделывать огромную работу. Это архивы Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Запорожья. Мы находим людей, которые были связаны с нашим предприятием, с историей нашего города. Также, допустим, родственников. И вот с ними работаем и стараемся все это доставать от первоисточника. Посетители музея – дети и родители, студенты. Многочисленные экспонаты техники, собранные воедино, несут в себе воспитательную и образовательную миссию. Вдохновляют на трудовые свершения как подрастающее поколение, так и тех, кто уже стоит на пороге новых открытий. Тут все факультеты бывают, особенно авиационные двигатели, где они могут двигатели увидеть не просто где-то на картинках, где-то в книжках, на доске. Но, тем не менее, они проходят изучение и обучение именно на макетах, которые расположены, которые находятся в нашем музее. Залы музея никогда не пустуют без посетителей. Гости из Мелитополя, впервые побывавшие здесь, поделились впечатлением от увиденного. Очень понравилось, особенно понравились вот эти турбины, хоть мои девочки, конечно, нам очень было интересно. Видно, что с любовью сделан весь этот музей, с любовью это очень оформлено. Я думаю, что будем рекомендовать всем, кто приезжает в город, посмотреть. Сотрудники музея уверены, юбилейный трехсоттысячный посетитель не заставит себя долго ждать. Ведь экспозиции музея постоянно пополняются, и увидеть их приходят не только жители, но и гости города. Ведь здесь каждый может увидеть этапы становления машиностроительных гигантов Запорожья и результаты кропотливого труда многих поколений. Музей работает с 10 до 16.00 без перерывов и выходных.